Итак, я рад приветствовать всех, кто сегодня пришел на нашем празднике, на нашем юбилее, на нашем дне рождения проекта «Арфа и джаз», который был создан вместе с Марией Кулаковой. Ваши аплодисменты. Те, кто пришел сегодня впервые, я расскажу такую предысторию. Дело в том, что я сам родом из Орла, такой замечательный город, в котором, ну это вообще город-герои, которые первые освободили от фашистов в 43-м году, фашистская захватчика, 5-го августа, не побоюсь этого слова. И, собственно, там я родился и учился, и никогда в своей жизни не видел арфа. У нас просто там не было арфа. Ну я, конечно, представлял себе, что такое арфа, я видел это по телевизору, там больших оркестров, симфонических. Но однажды, когда я уже приехал в Москву, в 19-е лето, я поступил в постсоверскую классическую академию имени Мемонида. Сейчас я являюсь ее доцентом на джазовой кафедре. И вот, когда я зашел в кабинет нашего декана, она играет на арфе. Я впервые увидел этот инструмент вживую, по-настоящему, и настолько влюбился, что даже не знал, что можно с этим инструментом играть в джаз. Но потом выяснилось, что через буквально каких-то 5-6 лет я поступил работать в музыкальной школе имени Поэтова Иванова. И там познакомился с Марией Кулаковой, которая, собственно, там преподает класс арфы очень прекрасно, уже много лет. И я решил попробовать с арфой сыграть что-нибудь из своих авторских вещей. И первые полгода мы репетировали, репетировали. И у нас что-то получалось, что-то не получалось. Я, так сказать, путем проб и ошибок, так или иначе, не сдаваясь, пробил эту стену и понял, что на самом деле арфа невероятно сложный инструмент для джаза. И вообще-то просто сложный инструмент, потому что на арфе играет не только руками, но и ногами. То есть там 7 педалей у арфы, и у каждой педали 3 позиции. Диез, бемоль и бекар. То есть это еще даже сложнее, чем машину водить. Если в машине 3 педали, если коробка автомат 2, конечно, это более удобный вариант. Но у арфы 7 педалей, представляете? 3 слева, 4 справа, если что. То есть правая нога получается более прокачанная у арфистов. И когда я это увидел, я понял, что нужно... А, для чего еще нужны педали? Для того, чтобы произошла смена аккордов у арфы. И получилось так, что мне пришлось делать очень много аранжировок специально для арфы, чтобы было удобно менять педали. Потому что у арфистов есть такое проклятие для композиторов. Если они пишут музыку, где очень много педалей и неудобно, они не ссылают проклятие. Потому что это очень неудобно. Действительно. Я видел, как меняются педали. Это просто такой степ, знаете, по арфе. Прыжки такие туда-сюда, туда-сюда. Поэтому я решил как раз переаранжировать свяферские композиции специально для арфы, чтобы это было удобно играть. И мы сейчас сыграем часть нашего репертуара. Потому что на самом деле у нас очень большой репертуар. За эти пять лет мы успели поиграть и джазовые стандарты, которые мы, собственно... Очень хорошо был наш проект представлен буквально несколько лет назад в Новом Орлеане. Мы играли на конференции джазовых артистов. Мы были единственной делегацией из России. И, конечно, мы получили респект и уважуху от наших американских коллег. Они были удивлены, что, оказывается, в России умеют играть на арфах и блюз, и джаз. Ну, как умеют? В принципе, у нас в России, конечно, нет школы джазовой арфы. Но мы ее путем проб и ошибок потихонечку начали создавать. И, конечно, у нас не так много джазовых арфистов в России. Я бы сказал, это даже вообще немного их. Даже по пальцам одной руки можно перечесть. Это причем, наверное, на всю Россию. Поэтому, конечно, джазовые арфисты в России – это уникальное событие, которое буквально несколько лет назад родилось. Ну, как вот, пять лет назад родилось. Благодаря тому, что долгим упорным тренировкам, репетициям мы все создавали. Ну, как нас мир за это отблагодарил? Ну, два года назад мы взяли первую премию в Италии на джазовом фестивале. То есть было такое. Затем мы записали вот такой замечательный диск. Его можно будет потом приобрести у кого, кому захочется, наши автографы, послушать авторскую музыку у себя уже дома. Очень приятная музычка, рекомендована к прослушанию детских учебных заведений. А, Петенька, я забыл тебе сказать, ты можешь выключить малый барабанок? Да. Подшипывает, подшипывает. Ну, конечно же, много времени прошло, и, как говорили, знаете, пятилетку мы прошли, действительно, серьезную пятилетку, за которой мы отыграли большое количество концертов в России, за рубежом, то есть и в Европе, и в Америке. И за час мы готовимся к записи второго диска. Я надеюсь, он будет еще более красочным, чем первый. Нам бы очень этого хотелось. Но я надеюсь, это в следующем году уже произойдет. Но не буду многословен, и нам бы хотелось начать с дуэта. Как раз мы начинали именно как дуэт, и потом уже в процессе многолетним стали обрастать разными музыкантами, очень интересными, которые сегодня к нам присоединятся. Итак, я хочу пригласить на эту сцену Марию Кулакова. Герои дня. А начнем мы с моей авторской композиции, которая была написана, наверное, буквально год или два назад. Точно не помню, но она посвящена одной очень маленькой девочке. Очень маленькой девочке. Ее зовут Диана. Она действительно маленькая. Мы назвали ее Литл Ди. Буквально недавно одна тоже очень маленькая девочка сказала мне, что я очень уютный. Это было вчера в клубе Козлова. Это, собственно, дочь Анне Королевой, на которую я случайно попал вчера на концерт. И вот ее дочка подошла ко мне и сказала, что ты очень уютный. Мне было приятно. Я понял, что худеть не надо. Итак, Литл Ди. Под ваши бурные аплодисменты. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Спасибо! Субтитры подогнал «Симон» 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 А чем ты рассказываешь? Секрет, а это тайна, то есть я тайну удаю. На сегодня сказали, что нельзя на русском. Я готовилась, учила английский. Итак, мисти. Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу понять, что я чувствую, просто держу вашу руку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы сыграем авторскую композицию, где будет участвовать не только хондрам, но и дудук армянский. И мы сыграем композицию «Мариздримк» Сан-Марине, ну, Марии, известно. Сан-Марии. Итак, Маристине. Сан-Марине. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Аплодисменты Это струнный квартет, который будет во втором отделении Мы сегодня будем радовать вас большим количеством музыкантов, которые будут появляться на сцене Вот сейчас мы сыграем одну вещицу, которая была написана изначально не для арфы Но она изначально называлась сумка на колесиках Но после того, как я пару раз погрузил арфу на гастролях А знаете, кстати, у арфы есть колесики, кто не в курсе, такие маленькие То есть ее нужно катать После этого я решил ее переименовать, она теперь называется «Арфа на колесиках» Это музыка о том, как мы поехали на гастроли и как я грузил арфу И что я об этом думал потом Итак, арфы на колесиках «Арфа на колесиках» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Без колес несли. Много эмоций было. А сейчас более позитивная композиция. Она, конечно, не сезонная, но так или иначе она приходит всегда после зимы. И так это весеннее солнце. 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 Спасибо. Спасибо. И так это весеннее солнце. И так это весеннее солнце. Спасибо. И так это весеннее солнце. И так это весеннее солнце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Этой композицией мы заканчиваем наше первое отделение. Сейчас будет небольшой период. И во втором отделении мы вас ждем. И сегодня с нами будет струнный квартет. Под руководством Натальи Лебеденко. Это струнный квартет. Спасибо. Спасибо. Итак, мы начинаем второе отделение. Второе отделение мы начинаем. И хочу пригласить вновь на эту сцену наших замечательных музыкантов, композиторов, аранжировщиков. И просто хороших людей. Итак, Игорь Ивановичкин. Замечательный контракт. Еще на самом деле с Игорем Ивановичкиным у меня очень интересная история произошла. Я, честно говоря, не побоюсь этого слова, я вырос на музыке, которую делал Игорь Ивановичкин со своим прекрасным трио «Второе приближение». Я уже старый человек. Но он начинается опять. Игорь, в душе ты молод и всегда. И дерзок. Нет, я действительно, когда я учился в школе, я по телевизору смотрел такую замечательную передачу Михаила Митропольского «Джаз и не только». Мне тогда было то ли 14 лет, то ли 15. Сейчас меня Игорь уже будет совсем ненавидеть. Раскрываю все секреты его возраста. Нет, он очень молод. И действительно, впервые я увидел Игоря по телевизору. И я даже не думал, что через каких-то там всего лишь 15 лет я буду стоять на одной сцене с этим замечательным инструменталистом. Можно еще раз похлопать Игоря Ивановича. Наши гуру и технологии. Так, где-то был наш репортер. По-моему, его звали Петр Талалай. А, вот, да, Петр Талалай у нас сегодня. Является не только барабанщиком, перкуссионистом, но еще и он ведет онлайн-трансляцию в Фейсбуке. Потом можно будет посмотреть, наверное, или там совсем онлайн, да? Абсолютно онлайн. Абсолютно онлайн, то есть лайв такой, да, здесь и сейчас. И Мария Кулакова. Мария Кулакова. Наша прекрасная арпа. А мы сыграем сейчас очень красивую такую летнюю композицию. Называется «Штаты лета». Вот ваши нежные аплодисменты. Нежные. Абсолютно хорошо. Абсолютно хорошо. Абсолютно хорошо. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 как рэп, вообще хип-хоп-культура, которая зародилась в Нью-Йорке. Я так перепосвятил эту композицию. И она сейчас уже завершена Грегу Пативо, человеку, который поддерживает хип-хоп-движение уже на плите. И сейчас послушайте, чем все дело закончилось. Итак, Кашин. Спасибо. Кашин. 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 Браво. Спасибо. Сейчас ещё одно авторское посвящение. Совсем буквально недавно в Москве гостила такая прекрасная группа под названием инкогнито. Кто ходил на концерты, были восторжены отзывы. Группа, которая очень много лет меня вдохновляла и продолжает вдохновлять. И в раннем составе пела замечательная вокалистка Мэйси Лик. Буквально какой-то 5 или 6 лет назад я посвятил ей композицию, которую мы аранжировали для арфы. И сейчас будет посвящение замечательной певице Мэйси Лик вокалистке и солистке группы инкогнито. Ваши бурная повесть. Мы решили поссориться? Мы решили подружиться. Подружиться? Вовремя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Спасибо! 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 Добро пожаловать в Казахстан! Мы тоже, наверное, почувствовали атмосферу Да, кстати, Лебединое озеро Наталья Лебедензе, тоже прекрасно В какой-то степени даже лебединая песня Сейчас прозвучит Импровизация на Дудуке Для струнного квартета и остального Шучу У нас сейчас все будут импровизировать Действительно, мы не сговаривались Ну, так, буквально чуть-чуть О тональности Какая отональность у нас сейчас будет? Итак Импровизация Загадочная импровизация для Дудука Это уже не тональный Сейчас будет тональность уже Квартет Наталья Лебедензе Спасибо, Москва АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас будет исполнена композиция под названием «Твоя печаль». Твоя печаль. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Еще одна тема любви. Композиция Банди Ани Лиси. Дай я по тебе скучаю. Дай я скучаю по тебе. Вот ваша нежнейшая натисканция. Отлично! Аплодисменты. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка